Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Клуб любителей книг и пиратов из картофельных очистков. После военной в Лондоне молодая писательница Джулиет пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах войны и описать решительно не хочется. Прочие темы кажутся либо скучными, либо неуместными. На помощь приходят случаи в виде письма одного свиного до с острова Генри. Оказывается, даже свинари любят почитать, и неведомый досик, которому руки попала книга, некогда принадлежавшая Джули, просит ее посоветовать хорошую книжную лавку. Дело в том, что на герксе с книгами сейчас туго, поскольку остров в годы войны оккупирован немцев, только-только возрождается в жизни. Письмо переворачивает жизнь девушки. История книжного клуба, ставшего прикрытием для запрещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягивает ее. Так начинается переписка с самыми разными людьми. Фаворита Начало 18 века идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит ее близкая подруга, леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет ее работать на кухне, но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы. Тогда Сара решает сделать ее своей служанкой. Для Эбигейл это шанс вернуться к своим аристократическим корням, и лучше не вставать у нее на пути. Фантастические твари. Преступление Гринде-Вальда В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллер Гринде-Вальд был пойман сотрудниками Макуса, логического конгресса управления по Северной Америке, не без помощи Ньюта Саламандора. Выполняя свои обещания, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели. Добиться превосходства волшебников над всеми нелогическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Гринде-Вальда, Алл-Липус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандора, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящий предел и членов семьи. Еще одна из рода Болейн 2008 года. Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Бордость и предубеждение Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестер Беннетт озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И поэтому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли. Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утонченных аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сестрами. Однако, все не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли – красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть. Дюнкерк. Фильм расскажет историю чудесного спасения. Более 300 тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Престиж 2006 года Роберт и Альфред – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже 19-го и 20-х веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей. Игры разумов. Англия середины 19-го века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный в психиатрической клинике для особо опасных преступников доктор Уильям Майнер. Гений Майнер или сумасшедший, хитрубный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый. Шерлок Холмс «Игра теней». 1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а во всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти, математический гений, автор знаменитых лекций и трудов. История молодого английского короля Геэндриха V. Взойдя на престол в мрачные времена Столетней войны, он становится одним из величайших полководцев своей эпохи. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok